Библейский портал экзегет.ру представляет Четвертая глава книги Левит для библейского портала Экзегет. Я читаю перевод российского библейского общества. Ну и вот у нас такое путешествие по миру жертвоприношений Древнего Израиля. У нас уже была жертва всесожжения, хлебная жертва, которая, очевидно, ее сопровождает. А першественная жертва – это то, что человек делает, когда он хочет отпраздновать свое благополучие, какие-то радостные события и пригласить Бога за свой стол. Пока вот все-таки очень хорошие ситуации, но в жизни бывают и плохие. Господь сказал Моисею, и смотрите, новое начало, да, то есть до этого все была одна прямая речь, здесь вторая прямая речь. Возвести сынам Израилевым, вот как надо поступать, если кто-нибудь непреднамеренно нарушит один из запретов Господних, сделать что-то, чего делать нельзя. А как быть, если преднамеренно? Это уж другая история. Вот здесь описывается только ситуация, ну, человек случайно нарушил, да, он не думал нарушить. Но есть запреты, есть правила. И что делать тогда? Вот, казалось бы, невиновен, если не хотел, да? Ну, расскажите это любому адвокату, незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение. Или там инспектору ГАИ, ДПС, ГИБДД. Наказывают все равно. Но какой принцип здесь заложен? Ну, зачем Богу наказывать людей или каким-то образом обременять их штрафами, а дальше пойдет речь про штраф, по сути, за то, что они непреднамеренно совершили? Ну, очевидно, если этого не делать, то у людей будет искушение так делать постоянно. А я не знал, а я не подумал, а мне показалось. То есть, есть запреты, которые объективны, которые не зависят от твоего знания, незнания, желания, нежелания. Просто нельзя. Какая самая тяжелая история? Когда нарушают священник. Почему? Потому что он предстоятель, потому что он посредник между Богом и народом. И если он испачкан за пятна, да, то кто будет посредничать, кто будет совершать все это? Если священник-помазанник совершит проступок, и вина ляжет на весь народ, то пусть этот священник за совершенный им проступок принесет в жертву Господа быка без изъянов, как очистительную жертву. Вот, смотрите, он должен принести быка. Это самая большая жертва, которая возможна. Ну, бывает, конечно, несколько быков, но бык – самое дорогое, самое ценное животное. И как его принести в жертву? Ой, мы уже читали много раз одни и те же истории. Не совсем тут будет повторение. Пусть он приведет быка и поставит его у входа в шатер встречи пред Господом. Затем пусть возложит руку на голову быка и зарежет его пред Господа. Мы говорили уже об этом. Это повторение приносится жертву Богу. Значит, жертву показывают Богу. Возлагается рука, то есть человек отождествляет себя с этим животным, лишает его жизни, тем самым говорит Господу, вообще-то я себя должен был бы лишить жизни, или ты меня должен был бы лишить жизни. Но эта смерть переходит на этого быка. А дальше. А пусть священник-помазанник, вот повторяю слово помазанник, почему? Потому что тем самым подчеркивается мера его ответственности. Он не просто, но человек, любой человек слаб, грешен, иногда что-то где-то не досмотрит, но он именно помазанник, с него особый спрос. Пусть священник-помазанник наберет бычьей крови, внесет ее в шатер встречи, обогнет палец в кровь и семикратно покрапит ее пред Господом, пред завеса святилища. А раньше такого не было. Раньше крапился жертвенник, то есть то, что стоит вне вот этой скинии, а здесь он эту кровь вносит внутрь, и тем самым он говорит, Господи, вот моя кровь. Вообще-то это я должен был бы ее пролить. Но это кровь быка, и я понимаю, как все плохо. Поэтому с кровью связано много ритуалов, больше, чем в обычной ситуации. Завеса святилища, за которое святое святых место его обитания. Пусть он также помажет кровью роги жертвенника для воскурения благовоний. Что это такое? Внутри стоит маленький жертвенник, куда кладутся всякие благовония, ладан и прочее. И там, конечно, никакой крови не бывает, потому что кровь вся снаружи, на жертвеннике большом. Но в этом случае, вот даже то, что его пространство ответственности, этого священника, где он воскуряет благовоние, даже оно запятанно кровью. Должно быть его, но сейчас кровью быка. Пусть помажет кровью роги жертвенника для воскурения благовоний, что пред Господом в шатре встреча. А что это крови пусть вылет под ножом жертвенника для всесожжения, что у входа в шатер. То есть обычное место. Но вот это особая часть, это то, что подчеркивает его зависимость от крови. Из быка, принесенного в очистительную жертву, нужно извлечь весь жир. Жир, покрывающий внутренности, весь жир, что рядом. У обе почки есть жир, что на них, у бедер, а также отросток печени. Его нужно извлечь вместе с почками. Это обычная история про першественные жертвы, то есть та часть, которая отдается Богу в любом случае. Вот такая безусловная его доля. Подобно тому, как поступают с быком, принесенного в першественную жертву. И пусть священник сожжет все это на жертвеннике для всесожжений. А целый бык – большая масса мяса ценного. А шкуру быка и все его мясо, вместе с головой, ногами, внутренностями и нечистотами, все, что осталось от быка, нужно вынести за пределы стана на чистое место, где высыпают золу, и там сжечь на дровах. Все это следует сжечь там, где высыпают золу. То есть на помойке. Почему на помойке? А потому, что это жертва за грех. Потому, что жертва всесожжения отдается Богу, а это не отдается Богу. Это штраф, наложенный на священника. Можно было бы съесть самим, какая гора мяса пропадает. Нет. Раз это штраф, то вы должны почувствовать, что это больно и неприятно. И не сказано, что это жертва угодная Богу, благоухание, как в случае с предыдущими жертвами. Это то, от чего приходится избавиться. Это вот история, когда все плохо. И штраф, он, да, понятно, в реальности он призван пополнять бюджет государственный, но на самом деле это средство воспитания человека. То есть он понимает, что не стоит этого больше делать. Вот все плохо получилось. И никому ничего здесь не угодно. Богу приносится эта жертва, но то, что иначе было бы съедено людьми, сжигается просто так на помойке. Итак, это был священник. Как посредник. Что второе по степени тяжести? Если вся община Израиля непреднамеренно совершит проступок и не заметит этого, если они нарушат какой-либо из запретов Господних и вина ляжет на общину, им будет указано, что они совершили проступок. То есть не просто так на всякий случай, но как все люди грешны, тут целая община, но каждый день тогда кто-то грешит чем-то, может быть, каждый день надо это делать. Нет, если это известно, что что-то такое произошло, и если это неосознанно, я напомню, что это непреднамеренные грехи. С преднамеренными разговор другой, они уже подлежат наказанию по, собственно, уголовному кодексу, как мы сегодня это называем, по разным законам о нарушении заповедей. И вся община Израиля, она как бы на втором месте после священника, тоже священник-посредник, а вся община, ну это вот, собственно, народ. Пусть община привезет быка для очистительной жертвы, пусть поставит его пред шатром встречи, а пусть старейшина община возложит пред Господом руки на голову быка и зарежет его пред Господом. Ну, та же самая история, но жертвователи здесь старейшины, как представители народа. Пусть священник-помазанник, еще раз он помазанник, внесет кровь быка в шатер встречи, обмакнет палец крови, семикратно покрапит ее пред Господом перед завесой. Пусть он помажет кровью роги жертвенника, что пред Господом в шатре встреча, а остаток крови пусть вылет под ножью жертвенника для всесожжения, что у входа в шатер, та же самая история, абсолютно, то есть подчеркивается, что кровь, она пролетая не просто так, а что эта кровь должна быть людей, нарушителей, но сейчас это кровь быка. Нужно излечь из быка весь жир, сжечь этот жир на жертвеннике. Нужно сделать все, что полагается делать с быком, принесенному частительную жертву, так священник совершит на одним искупительный обряд, и они будут прощены. А тушу быка нужно вынести за пределы стана и сжечь так же, как и в предыдущем случае, это очистительная жертва за общину. Все понятно, та же самая история, абсолютно. Значит, священник приносит быка, община приносит быка, а есть ли отдельные люди? Зависит от положения в обществе. Если предводитель совершит проступок, предводитель, да, какой-то благородный человек, начальник, если он непреднамеренно, опять-таки, нарушит какой-либо из запретов Господа Бога своего, и на него ляжет вина, или ему будет указано на совершенный им проступок, опять-таки, не просто так, мало ли кого в чем подозреваю, но станет известно, понятно, что это так. Пусть он принесет жертву козла без изъянов, уже поменьше, да, вот вся община больше, чем ее начальник. А мы не всегда, мне кажется, в это верим, иногда у нас начальник больше, чем все остальные. А здесь явно вот масштаб измеряется животными. Бык от всего народа, козел от начальника. Пусть он возложит руку на голову козла и зарежет его на том же месте, где приносит жертву всесожжение пред Господом. Это очистительная жертва. Ну, дальше все ожидаемо. Пусть священник обмакнет палец в кровь этой жертвы и помажет кровью роги жертвенника для всесожжений. Смотрите, он уже не идет внутрь, он остается снаружи, потому что это меньшая степень ответственности. А остаток крови пусть вылетит к подножью жертвенника. А ведь жертв нужно жечь на жертвеннике, как и жир першественной жертвы. Так священник совершит над ним искупительный обряд, очистив его от греха, и предводитель будет прощен. Вот, смотрите, причем про сжигание всей остальной жертвы не сказано ничего. Может быть, даже можно и пользоваться этим мясом каким-то образом. Только жир сжигается, да? Если кто-то из простых людей, еще спустились на одну ступень, непреднамеренно совершит проступок, если он нарушит какой-либо из запретов господних, на него ляжет вина, или ему будет указано совершенный им проступок, пусть он принесет жертву козу без изъявов. Коза – это чуть-чуть меньше козла, но в те времена все-таки феминизма не было, поэтому и женщины были на втором месте в обществе, и среди животных самки были менее ценными, чем самцы. Пусть он возложит руку на голову очистительной жертвы и зарежет ее на месте, отведенном для жертв всесожжения. Пусть священник обмакнет палец крови и помажет ей роги жертвенника для всесожжений. А остаток крови пусть вылет под ножью жертвенника. Обратим внимание, что это то же самое, что и в случае с предводителем. Значит, смотрите, священник и весь народ – это одна статья, предводитель, начальник, благородный человек и простолюдин – вторая. Разницы между князем, начальником, господином и так далее, и самым простым, последним крестьянином нету. Перед Богом все одинаково. Кроме священника, именно потому что он священник-посредник, у него особая статья. «А весь жир нужно извлечь, как испещественные жертвы. И пусть священник сожжет жир на жертвеннике. Это будет благоуханный дым, приятный Господу». Раньше не было этого благоуханного дыма в жертве за грех. Что же получается? Интересно, почему только с простолюдином дым от сожжения жира жертвы за грех приятен Господу? Может, потому что с простолюдином спрос действительно немножко меньше. Но не в том смысле, что им нужно приносить козлочку вместо козлика, почти одно и то же. А в том смысле, что вот когда человек, обличенный властью полномочиями, а значит лучше соображающий, по крайней мере в теории, совершает непреднамеренный грех, и он потом откупается от этого греха. Ну, это такая скользкая ситуация. А когда простой народ, человек не разбирался, он наконец понял и приносит жертву во искупление своего греха. Это радостная для Бога ситуация. Только это названо радостной из всех предыдущих. Может быть, потому что люди повыше, священник и правитель, они действительно должны разбираться. И когда они вдруг поневедню что-то совершают, но это все-таки ненормально. А с простым народом это бывает часто. Так священник совершит над этим человеком искупительный обряд, и этот человек будет прощен. Ну, и во всех случаях очистительная жертва, искупительная жертва, человек будет прощен. То есть, вина удаляется с того, на ком она лежала. Если же этот человек будет приносить очистительную жертву из овечьего стада, то пусть приведет овцу без изъянов. Ну, а к простолюдинам можно козу, можно овцу, в конце концов, у кого кто есть. Но главное без изъянов. Да, вот ни хромых, ни слепых, ни увечных животных, которых, в общем, и так надо как-то упустить, утилизовать. Пусть он возложит руку на голову жертвы, зарежет ее на том же месте, где режут жертву всесожжения. Пусть священник обмокнет палец крови, помажет ей руки жертвенника для всесожжения. А стада крови пусть вылет под ножью жертвенника. Та же самая история. А ведь жир нужно извлечь, как из барана, принесенного в першественную жертву. И пусть священник сожжет жир на жертвеннике вместе с дарами Господу. Так священник совершит над этим человеком искупительный обряд, и этот человек будет прощен. Ну, фактически, это повторение того, что мы видели про козу. А вот давайте теперь разберемся, что ли, а что значит непреднамеренно. Мало ли, я все деньги у человека украл, сказал, ой, это я случайно, что-то мне так вот вышло, я сам не заметил. Об этом пятая глава. Продолжение следует...